В начале было слово Здравствуйте, ребята! Приглашаю вас на урок церковно-славянского языка. Надеюсь, все же собрались. Давайте сейчас все вместе помолимся и приступим к нашему занятию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи благослови. Ребята, сегодня мы снова будем читать Новый Завет. Теперь не только Евангелие, но и послание апостолов. Постараемся подробнее поговорить о древних словах на букву УК, которые могут быть нам непонятны. Помните евангельский рассказ о лепте вдовицы? Одна бедная вдова, женщину которой умер муж, пожертвовала для Иерусалимского храма две лепты, две самые маленькие монетки. И Господь сказал. Вдовица сия убогая, множе всех в верже в сокровищное хранилище. То есть эта бедная вдова положила в сокровищницу больше всех богатых. Почему? Потому что все клали от избытка, а она от бедности своей положила все пропитание свое, какое имела, продолжил Господь. То есть, ребята, она пожертвовала Богу все, что у нее было. И значит, жертва цена не тем, насколько она крупна, а тем, насколько дорого то, что мы жертвуем, для нас самих. Обратим внимание на слово «убогий». По-церковно-славянски «убогий» значит, прежде всего, человек очень бедный, жалкий или скудный. У него есть еще одно значение, с которым это слово чаще употребляется сегодня. Увечный человек, вызывающий жалость, нуждающийся в помощи. Но первое значение слова «убогий» все-таки небогатый, бедный. «И бысть Господь прибежище убогому, помощник во благовременних, в скорбях», говорит псалмопевец Давид. То есть, и был Господь прибежищем бедным, помощник в нужное время, в скорбях. А как Господь помогает убогим людям? Через других людей, через нас с вами, у кого есть возможность подать милостыню и сделать доброе дело другому человеку. Не забывайте об этом, друзья. Переходим к следующему слову. «Улучите». Созвучно в современном «получить». Правда? Да. Более того, это слова с одинаковым значением. «Улучить» и значит «получить», «достичь». Апостол Павел говорит в своем послании. «Сего ради вся терплю избранных ради, да и ти спасение улучат, еже о Христе Иисусе со славою вечную». То есть, поэтому я все терплю ради избранных, то есть тех, кто примет христианскую веру, чтобы и те получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Да, и страдания, и гонения, и даже смерть претерпевали апостолы, проповедуя христианское учение ради спасения людей. А вот, ребята, еще одно замечательное слово, которое очень часто звучит не только в Новом, но и в Ветхом Завете. «Упование». Конечно. Ведь упование – то, чем живет и возрастает духом, верующий в Бога человек. Слово «упование» можно объяснить так. Это чувство, в котором неразделимо слились вера и надежда. Надежда, что исполнится то, о чем говорит Господь, в которого мы веруем. Апостол Павел говорит «Тако служу отеческому Богу, упование и мы на Бога, яко воскресение хощет быть и мертвым, праведником же и грешником». То есть «я служу Богу отцов моих, надежду имея на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». Существительное «упование» и глагол «уповатье», что значит «верить», «надеяться», звучат в Священном Писании не только, когда речь идет о вере в Бога, но и, например, в строках, обращенных святыми апостолами к своим друзьям. Вот что пишет апостол Иоанн своему ученику Гаию. «Много и мех писати, но не хочу чернилом и тростью писати тебе, и уповаю же абе, видите тя, и усты к устам гологолоти». «Много о чем я хотел бы написать, но не хочу чернилами и тростью писать тебе, и надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Трость, ребята, это особый инструмент для письма, палочка из тростника. Итак, «уповаю» значит «надеюсь». Но мы видим здесь еще одно слово на букву «ук» и очень красивое древнее выражение. Думаю, оно вам знакомо по книгам русских писателей и по сказкам. «Уста» – это рот, губы. А что значит «усты к устам» глаголоти? «Усты» – это винительный падеж, к устам – дательный. Выражение «усты к устам» похоже на современное с глазу на глаз, иначе наедине. Так и «усты к устам» значит «разговаривать не с помощью писем, а лично при встрече». Самому слову «уста» мы постараемся посвятить отдельную передачу. А сейчас настало время прощаться. Я желаю вам всего самого доброго. До следующей встречи, друзья. И дохранит вас Господь. Продолжение следует...